Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия» в студии Алина Котрихова. Смотрите сегодня. Протаранил два автозака. На улице Ленина столкнулись грузовик и два автомобиля УФСИН. Не думали и били медика по лицу. Чепецких братьев Буянов Максима и Егора будут судить за нападение на фельдшера скорой помощи. Попался пьяным и сразу захотелось продать машину. На улице Подгорной сотрудники ДПС и активисты ночного патруля задержали водителя «Фольксвагена». На улице Ленина грузовик протаранил два автозака. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидца. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла в четверг днем. На этих кадрах видно, что водитель грузовика пытался уйти от удара, но не смог. После ДТП на улице Ленина образовалась большая пробка. Очевидцы не понимали, из-за чего произошла авария с двумя автозаками. Информация пострадавших уточняется. Судя по движению грузовика, у машины отказали тормоза. Один человек получил травмы в ДТП в Малмышском районе. Авария произошла 29 апреля в 20.10 в 3 километрах от города Малмыша. По предварительным данным, 34-летняя женщина-водитель ВАЗа 11 модели не справилась с управлением. Машина выехала в кювет и перевернулась. Вероятная виновница ДТП получила травмы. Медики оказали ей помощь. В Кирове у дома номер 23 по улице Милицейской произошло ДТП с участием троллейбуса. По предварительным данным, он столкнулся с Hyundai Elantra под управлением 49-летнего водителя. В итоге пострадала 20-летняя пассажирка иномарки. Водитель же троллейбуса уехал с места аварии. Сейчас его ищет группа розыска ГИБДД. Ответственность за такое скрытие, лишение прав или административный арест. На улице Сдержинского столкнулись две иномарки. По предварительным данным, женщина-водитель Chevrolet выезжала с прилегающей территории на дорогу и поворачивала направо. Она не пропустила попутный Peugeot. Автомобили столкнулись и после удара француза откинула на дерево. За опасный маневр на вероятную виновницу ДТП составили материал. На дороге Киров-Советск в ДТП попали попутные машины. По предварительным данным, водителя Урала с прицепом обогнал водителя Renault. После маневра легковой автомобиль снизил скорость, а шофер грузовика не успел на это среагировать. После удара иномарка получила серьезные повреждения. Медиков на место аварии не вызывали. Михаил Вагин, Сергей Пичогин. Место происшествия. Киров-Чепецких братьев Буянов будут судить за нападение на фельдшера скорой помощи. Напомним, инцидент произошел в ночь на 18 апреля у жилого дома на проспекте Россия. Там двое подвыпивших братьев Максим и Егор решили узнать, почему скорая стоит у них во дворе. Последствия этого разговора зафиксировала камера видеонаблюдения. По словам очевидцев, сначала два Буяна приставали к водителю скорой, но драка у них произошла потом с фельдшером. На съемке видно, что медик защищался. Ему на время даже удалось отбиться от пьяных мужчин. Но потом они все же повалили врача на асфальт и начали избивать. После нападения медика с ушибами и сотрясением головного мозга доставили в отделение хирургии. Полицейские установили нападавших в течение суток и задержали. Произошел конфликт моего брата с медработником. То есть пришли домой, пытались выяснить, по какому причину стоит скорая. Вы были в трезвом виде или в состоянии алкогольного опьянения? Ну, чуть-чуть выпишем. В отделе полиции пьяные 30-летние братья Егор и Максим признали свою вину. Рассказали, что просто хотели узнать, почему скорая стояла во дворе. Как выяснилось позже, медики приехали, чтобы взять у одного из жителей дома мазок на коронавирус. Ну, как бы, по лицу. Чем? Кулаком. Вы осознавали, что вы совершали преступление? Нанося удар. Мужчин. Ну, так естественно, ну, как бы... Там в этом живет, конечно, не думаешь ли все. Пошли мы домой. С кем? С братом. Подъезд застык, муж и на скорой помощи. Мы подошли по-нормальному, спросили, что происходит. Считаете ли вы себя виноватым в сложившейся ситуации? Конечно, считаю. Видеонападение и драки вызвало большой общественный резонанс со стороны федеральных СМИ. В итоге главе Кирова-Чепецка пришлось извиниться за поступок задержанных. От имени горожан и от себя лично прошу прощения за этот дикий, бесчеловечный поступок. Уголовное дело в отношении двух пьяных братьев передали в Следственный комитет. Спустя три дня мужчин арестовали. Все еще с постоянным разрушением этого дела вы ознакомлены. С братьев взяли подписку о невыезде и поместили под домашний арест. В это время в рамках расследования уголовного дела следователи в кратчайший срок собрали данные, опросили свидетелей, провели очные ставки и экспертизы. Проведенная судебно-медицинская экспертиза была установлена, что фельдшер получил травмы, причинившие легкий вред его здоровью. В связи с этим мужчинам было предъявлено обвинение в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Свою вину братья признали. Сейчас расследование уголовного дела завершено и направлено в Кирово-Чепецкую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого судьбу Максима и Егора будет решать суд. Максимально по статье им грозит до двух лет тюрьмы. Алина Котрихова, место происшествия. Впереди у нас короткая реклама, не переключайтесь и смотрите далее. Проснулись и выскочили на улицу. Пожал на улицу Урицкого, горит жилой дом. Ночью на Урицкого вспыхнул жилой дом. Жильцы с ребенком успели спастись. Попался пьяным и сразу захотелось продать машину. На улице подборной сотрудники ДПС и активисты ночного патруля задержали водителя Фольксвагена. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Ночью на Урицкого вспыхнул жилой дом под расселение. Жильцы с ребенком успели выбежать на улицу. До приезда пожарных попросили помощи у соседей. Подробности этого происшествия, а также других, наиболее важных за неделю, в нашей рубрике «Сводка». Пожал на улицу Урицкого, горит жилой дом. Ночью на улице Урицкого вспыхнул двухэтажный дом, здание 1917 года постройки. Два года назад оно было признано аварийным, жильцов должны были расселить. Однако там проживала семья с ребенком. Жильцы проснулись и успели выбежать на улицу, попросили помощи у соседей. По словам очевидцев, в доме были газовые баллоны. На место выехали шесть пожарных расчетов, пострадавших нет. Рассматривается версия поджога. А в Кирово-Чапецком Коринторфе в среду днем сгорел деревянный нежилой дом. По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Лузском районе у деревни Куликово на реке Лузе утонул рыбак. 30-летний мужчина погиб из-за того, что его лодка перевернулась. Следственный комитет начал проводить проверку. Устанавливают обстоятельства произошедшего. Экс-главу города Владимира Быкова на этот раз обвинили в связи с бизнесменом Леонидом Юфаркиным. Они были оба замешаны в громком деле о парке Победы. По версии следствия, Юфаркин и Быков путем обмана приобрели земельный участок в парке Победы. При этом его стоимость была необоснованно занижена с 51 миллиона рублей до 1 миллиона 800 тысяч рублей. Затем Быков обеспечил предприятию Юфаркина разрешение на строительство там спорткомплекса. А после заключил договор купли-продажи участка за 338 тысяч рублей между городадминистрацией и заводом-бизнесменом. Потом Быков и Юфаркин продали эту землю по частям более чем за 126 миллионов рублей. При этом реальная стоимость земли составляла 165 миллионов. За это на бывшего градоначальника возбудили дело по статье мошенничества в особо крупном размере. Также Быкова обвиняют в организации растраты денежных средств электронного проездного. По версии следствия, бывший чиновник в составе преступной группы похитил из компании и администрации 34 миллиона рублей. Помимо этого продолжается расследование других уголовных дел. Быкова обвиняют по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере и посредничестве в мошенничестве. Сейчас он находится под домашним арестом. 60-летнюю женщину подозревают в краже сумки у пенсионерки из ячейки магазина. Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, которая попала на запись камеры видеонаблюдения. Преступление произошло 2 марта в супермаркете на Молодой гвардии. В украденной сумке находились новый сотовый телефон, пенсионное удостоверение, связка ключей от квартиры и продукты. Ущерб потерпевшая оценила в 9 тысяч рублей. Если вам знакома женщина на видео, сообщите в полицию по телефонам на экране. Алина Котрихова, Место происшествия. Решил договориться с инспекторами и активистами ночного патруля водитель Volkswagen, которого задержали на улице Подгорной. Мужчина настойчиво хотел что-то предложить, но что именно не говорил. Чем закончились его просьбы в следующем сюжете. Во дворах по улице Подгорной активисты ночного патруля заметили пьяного водителя Volkswagen. На машине он штурмовал ямы и лужи и готов был выехать на дорогу. Едет. Да, 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 да. Все правильно, давай. На асфальтовой дороге машину установили сотрудники ДПС. Состояние водителя было понятно с первого взгляда. Здравствуйте. Здравствуйте. В салоне авто почти полный набор пьяного водителя. Фляжка и закуска. Впрочем, Артем рассказал, что выпил 2 по 0,5. Правда, не уточнил, сколько у напитка было градусов. Ну, вы пели? Да. Да, поехали. Давай. Пора домой, сказал Артем и признался, что ехать оставалось всего несколько сотен метров. По словам мужчины, лишиться прав он не хочет. Водитель предложил договориться. Привет, прекращаю. Что? Ждем Владимирович. Хорошо. Сейчас уже остановили? Да. Сейчас уже будут процедуры проводиться. Избежать. Куда сбежать? Избежать. А, избежать? Да. Нет. Наверное, надо было сначала подумать, чтобы такого не дошло, не допустить. Так, а не избегать. Все, что? Я все понял. Далее мужчина стал искать плюсы в своем задержании. Машину можно будет продать. Все равно он не водитель по профессии, а слесарь. От этого только снизятся траты на ее обслуживание. Красава. Ну, дорогая. Уже не врыва. Ну, понял ты. Сейчас тем более кризис такой. Да. На водителя был составлен протокол об административном правонарушении. По части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За полтора-два года Артем может подкопить денег и купить себе другой автомобиль. Также будет время подумать о вреде пьянства за рулем. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Дорожные войны. На улице Московской камера зафиксировала драку между водителями Ларгуса и микроавтобуса. Въехал в задний бампер. У перекрестка с улицы Романа Ердякова водитель «Шевроле Круз» решил плавно перестроиться направо, но не получилось. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На улице Московской камера зафиксировала драку между водителями Ларгуса и микроавтобуса. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На перекрестке улицы Московской и Романа Ердякова произошел конфликт между водителями. Судя по видео, первым начал водитель Ларгуса, потом шофер микроавтобуса оттолкнул его и тот упал. После этого автомобилисты перешли к рукопашному бою. В драку вмешались очевидцы происшествия и на время успокоили бойцов. По словам очевидцев, водитель Ларгуса разбил стекло микроавтобуса. Там же на улице Московской водитель «Шевроле Круз» решил плавно перестроиться направо. Но водитель Нивы не ожидал такого маневра и въехал в задний бампер иномарки. После аварии у водителей возникли разногласия. Сейчас это видео изучают полицейские. На улице Лепси на ЖД-переезде водитель грузовика не рассчитал дистанцию и не успел затормозить перед кроссовером «Ниссан». В итоге фургон въехал в иномарку, после чего она врезалась в автобус. Скорее всего, у грузовика была техническая неисправность. Водитель не мог вовремя остановить машину. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса водитель грузовика решил развернуться. Сначала этому маневру удивился водитель машины с камерой. А потом в грузовик въехал водитель «Девятки». По словам автора видео, в аварии никто не пострадал. В «Девятки» ехал молодой человек. Он признал свою вину. На улице Ленина невнимательный водитель «Шкоды» не сразу увидел встречный автомобиль с регистратором. На перекрестке улиц Московской производственной камера зафиксировала хитрого водителя Пазика. Он повернул из правого ряда налево. Но сделал он это после разворота на пешеходном переходе. Так водитель оказался на улице Московской. Надо сказать, такой маневр кировские водители автобусов используют часто. Так как им не хочется выбиваться из графика и стоять в заторе у перекрестка. На Октябрьском проспекте в центре Кирова рядом с детским садом компания людей уже почувствовала дух майских праздников. Они якобы самоизолировались в гараже и жарили шашлыки на улице. Как жарят шашлыки? Да нельзя собираться больше этих. Ничего что-нибудь в черте города-то. Здесь детский сад, деревянные домики. У них там танцы. Михаил Вагин. Место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик mpkerovsobaka-inbox.ru или звоните и сообщайте по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте или проследить за проектом в Инстаграме и Телеграме. А у меня на этом все. В студии была Алина Кодрихова. До встречи.